Девушки отдыхают 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 рисунок сзади оптики. Ну, не так, чтобы, в принципе, вернуться к идеальным фонарям и передним фарам, как у американской Camry. Да, да, но надо заметить, ребят, перед нами действительно европеец, потому что американская Toyota Camry по-настоящему обновилась, выглядит этот автомобиль по-другому. Здесь, ну, знаете, вот эти light-версия Toyota Camry в американском кузове. Не дотяк. У американцев, у них что происходит? У них вот, у фонарей задних идут вот такие вот зубцы светящиеся. Ну, короче, более интересно рисунок. Да, и сразу же машина по-другому начинает блистать. Ну, не знаю, с чем это связано, почему наш рынок, на котором, значит, Toyota продает там 30 тысяч с лишним этих автомобилей в год, а в следующем году 35, ну, да ладно, даже на падающем рынке, то есть еще больше планируется продажа уже в обновленном кузове, но багажник охрененно большой. То есть, в принципе, из любого положения можно оказаться в багажнике. Человек, тюлень. Да, вот, да, смотрите, лампочка есть. Ну, и самое главное, чем берет Toyota, это все-таки некая основательность и качество отделочных материалов, да, но вот вопросов к тому, как все сделано, вообще не возникает. Да, видите, да. Ну, и у нас на тесте сегодня, на съемке, автомобиль с лучшим двигателем. Мы брали мотор 2,5, там 180 лошадиных сил. 180 отна. Да, ребята, и я вам скажу честно, вполне себе достаточно. Прекрасная коробка, прекрасный мотор, достаточно экономичный, в районе 9 литров. Ведет себя и в городе, и на трассе интеллигентно. И если раньше действительно 3,5 В6 мотор у Toyota для той же Camry был единственным возможным, потому что 2,5 это была полная туфта 10 лет назад, то теперь 2,5 литра действительно достаточный мотор, ребята, даже не запаривайтесь на эту тему. Тем более, да, тем более, что В6 индекс, сам этот мотор дефорсирован для того, чтобы вписаться в транспортный налог. Ну, если кому-то надо нелегально чипануть, но... Обращайтесь к Сереге. Серега теперь мастер по чипованию мотора. Конечно, вот так вот. Раз и готовый, поехал. А мы про Вольво не будем рассказывать? Про Вольво потом расскажем. Как-нибудь вам расскажем. Про Вольво. Возьмем Вольво, расскажем про Вольво. Значит, давайте. Значит, что такое Camry, ребята? Это идеальная машина для Госбанка, например, от Центрального банка, потому что она неприметная, она не вызывает у народа ослабления и, значит, рева, опять эти чинуши поехали. Потому что народ тоже может взять кредит и купить этот автомобиль. А внутри это действительно бизнес-класс. А вот сядьте, сядьте вот. Садится внутрь, на улице холодает. Есть ли подогрев заднего дивана? Есть. Ну, у нас топовая комплектация. Так. Пожалуйста, у нас... Ну, покажем мы потом. Смотрите, огромное количество настроек для заднего дивана, включая так называемую директорский вариант дивана, когда откидывается во спинка задняя. Да, вот, пожалуйста, подогрев. Ну, собственно, для управления шторкой. Температура трехзонная, получается, климат-контрольная. Ну, в общем, все прелести жизни. Управление шторкой – это чтобы отстреливаться через садье стекло. Да, да. Место, вы... Ну, посмотрите, место. Ну, предоставок. Слезная. Давайте, ребята, перейдем уже к внутренностям, да, к обновлению торпедо. Что там они поменяли, да? Ну, кстати, я так понимаю, обновился рисунок штатных дисков, которые ставятся... Ну, на V6 все равно всегда ставили более дорогие диски. Конечно. Какая резина? Восемнадцатая. А? Восемнадцатая. 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 Вон плохо наши числительные, чем выучили. Пойдем. Что? Нет, на самом деле, вот были вопросы же, помните, у нас, получается, до рестайлинговой версии, да, которая в 2011 году появилась. Ну, в целом, да, вот этот переход от этих плавных линий к румлиным и возвращение к японским корням. То есть она хондообразная стала. Хотя хондо, наоборот, еще больше разросла. Но вот в этом реально кузо, и мне автомобиль очень нравится. Я Сереге даже, ну, Серега делился своими мыслями относительно того, что он идеальный автомобиль для покупки, да, вот с учетом его стоимости сегодня на рынке. Я вам как-то ищу какие-то аналогии, знаешь, ищу аналогии, ребята. Ну. Я вам скажу так. Вот представьте себе страшную, неуклюжую, в принципе, невыразительную женщину, да? Не, ну это не страшно. Но ты оказываешься в ней внутри, и тебе там тепло. И хорошо. В принципе, в любой женщине тепло и хорошо. Ну, а в живой. БОЛЬШОЙ СЕСТ-ДРАЙМ! Начаться, парни, все в новой Тойоте Камри внутри, хотел сказать, неинтересно. Да ладно. Ну, смотрите. Но они максимально старались Я когда вывесил фотку в Инстаграме, значит, и вывесил вот этой центральной консоли, да, люди сказали, что самое интересное это вот эти бабушки. Ну, они действительно вот этот псевдо-платина, да, вот они и на ощупь, и по виду, да, все остальное лишено изысков. Вы дайте сюда фонарь, вот подсветите просто. Да, там все видно, Синий. Да, и видно все. Вот так, так красивее, конечно. Конечно. Да, значит, все остальное сделано так, что... Да ладно, смотрите, какие сложные линии. Вот видите, тут же не просто они взяли и пришпандорили экран куда-то. Нет, вот видите, вот здесь эти линии красивые, они как бы огибают. Ну, я понял, что вам это нравится. Нет, на самом деле, ну, слушайте, ну, изменился и блок управления и вот это оформление, мультимедийная система обновленная. Знаете, для кого вот это красиво? Ну, ну. Вот есть люди, да, вот обычно вот на вечеринках ты просишь тебя сфотографировать, да, вот даешь кому-то фотоаппарат или телефон, сфотографируешь, там ты получаешь кадр, где у тебя морда посередине и сверху вот так до потолка полкадра и ноги обрезаны. И люди говорят, а что, не нравится? Вот такие люди без чувства гармонии, они не могут сказать, что вот это нарисовано офигительно, это нарисовано плохо, да? Короче. Единственное оправдание тому дизайну, который мы здесь видим, это чтобы человек сказал, а теперь я пересел на Лексус и вот это-то по-настоящему все засиняло. Короче, единственное, я бы, ну, мои претензии глобально вот к эргономике и к дизайну, это очень много синего. Вот вы нас спрашивали, типа, парни, что за херня, почему, типа, вы не критикуете, что в УАЗ Патриот 2015-го модельного года все зеленое? Вот вам, пожалуйста, а чем это отличается? Ну, пожалуйста. Ну, единственное, ну, да, материалы чуть получше, да, дизайнерские решения. Кстати говоря, Прошитый пластик. Не, ребят, ну, как прошитый пластик. Ну, специально, типа, под кожу прошитый, он под кожу прошитый. Кстати говоря, перестало раздражать вот это дерево. Просто когда-нибудь, когда вам лаковую крышку вот такую сверху положит, вас это вообще не будет раздражать. Ну, это будет очень дорогой гроб. Единственное, что напоминает о том, что мы находимся действительно в автомобиле с большой, с длинной и очень такой насыщенной историей, это вот эти часы. Я, честно говоря, как и многие наши коллеги-журналисты, задаюсь только одним вопросом. А почему они до сих пор есть в автомобиле Toyota Cam? Нет, и почему у них все время американские часы, если они поставляют на нашу, почему они 24-часовые? Ребят, это, к сожалению, ну, вот вопрос, на который нет ответа. Из минусов, из таких, давайте теперь придираться. Из существенных минусов короткая сидушка. Это чувствуется на трассе. Ребята, короткая сидушка, блин, они не только цвет подсветки Hyundai, но и корейская. До недавнего времени сейчас они начали наращивать сидушки. Здесь она короткая, зараза. В принципе, к этому привыкаешь, потому что в целом машина комфортная, мягкая, да. Запас, условно говоря, прочности, да, и вот этих всех плюсов этого автомобиля перевешивает вот это неудобство. Но, если вы долго находитесь за рулем тачки, вот я в пробке проставил, что-то около 3-х часов тут на днях, да, вот как раз в предыдущем, в предыдущей Toyota, которая была с двигателем 20,5, реально нога отсохла. Ну, просто, ну, некомфортно. Значит, смотрите, еще из нюансов, из таких, да, которые, ну, в принципе, конечно скажут, что мы придираемся, но, если вы водитель, которые много за рулем проводят времени, вам это важно, да, вам невозможно вот на этот центральный дисплей вывести остаток хода по топливу. То есть у вас остаток хода фигурирует только вот вот здесь. Сейчас, погоди, где же, где же, ну, короче. Кару сюда выйдет. Да. Сейчас информация о поездке. Вот эта вся графика, она, вот здесь у вас, видите, диапазон 4,56. Вот на этом дисплее здесь не будет. То есть если вы работаете с ноги, точно не будет. Потому что у нас руки кривые. Не, не, если вы работаете с навигацией, с мультимедией, вы не знаете, ну, грубо говоря, у вас стрелка только остается, да? Ориентируйтесь по приборам. Из плюсов, да, появился подогрев нитями лобового стекла. Это очень хорошо. Стоп, стоп, ну-ка. Свет гасит. Слушайте, вы заметили? Конечно, гасит. Потому что энергия... Забирает энергию? Высокая энергия. Ничего себе, вот это лобовое стекло способно забрать у нас... Оно очень много забирает. Кстати, в продвинулых машинах на севшем аккумуляторе даже она не включается. Да, да, да. Ну, смотрите, ну вот есть вопросы вот к этим регулировкам. Вот эти колобашки, да. К регулировкам обогрева сидений, во всяком случае, переднего пассажира и водителя. Ну и расскажите нам про эту хрень. Да, ну и самое главное, ребят, все кайфы получают владельцы, ну, я не знаю, смартфонов, допустим, Nexus 5. Это около категории. Да, конечно, второй категории. Nexus 5 на голом Android. Потому что здесь реализовано следующее, как мне кажется, одна из самых главных функций, которая должна быть в современных автомобилях, это индукционная зарядка. А почему нормальный телефон не заряжается? Это у тебя не нормальный телефон. Вот нормальный телефон. Короче, сейчас вам покажем. Вот, видите, включилось. Вот заряжается телефон. А этот, ну-ка, давай положим. Давай сейчас, вот проверим сейчас. А нормальный телефон? Ага, конечно. Сейчас проверим нормальный телефон. Вот, пожалуйста, так и проверяйте. Вот так проверяйте, нормальный телефон или нет. Положите телефон. У вас нормальный, как на контроле в аэропорту. Короче, вот видите, как новые технологии приходят в нашу жизнь повседневную. Достаточно большой здесь у нас бордачок получается, да. Здесь регулируется у нас подлокотник. Трехзонный климат-контроль, про это я уже сказал. Я так понимаю, что автомобиль чуть-чуть подрос для того, чтобы дополнительные сантиметры появились у задних пассажиров. Но в целом, ребят, я бы на это еще обратил внимание. Слушайте, офигенная кожа. Кожа, да. Кожа офигенная. И вот общее ощущение от этой тачки. Задница не липнет. Да. Общее ощущение от этой тачки. Я уж не знаю, настоящая это кожа, эко-кожа, там какие-то кожзам, какая-то смесь. Руль. Кстати говоря, не четырехспицевый теперь, а трехспицевый. Руль отличный. Отличный руль. Он такой, да, вот под Lexus. Правильный руль. Да, ребят, я вам могу сказать, вот если не обращать внимание вот на эту мандулу и на это дерево, то вы реально за рулем немецкого хорошего автомобиля. Ну, или вы в Lexus. Или вы в Lexus. Как говорят женщины, приехавшие. То есть, правда, но вы вспоминайте стоимость этого автомобиля. А до кризиса, значит, компания, ну, я видел во всяком случае баннеры в интернете, я думаю, это тоже, да. Это не наш кризис. Это их кризис, да. Декларировала стоимость в минимальной комплектации с двухлитровым вот этим мотором 998 тысяч рублей. Ну, там топовые комплектации начинались там от миллиона 200 тысяч рублей. Ну, и понятно, дальше... Но мотора два с половиной достаточно. Абсолютно достаточно. В принципе, я так понимаю, за миллион двести как раз вот до этого скачка курса... Можно было весь фарш. Можно было... Но, я так понимаю, автомобили вот-вот-вот только стали появляться в салонах. А, уже занято. Да, причем на 30%... Ну, давайте проведем вот где-то линию, да, вот это 30% от всего автомобиля. Вот мотор. Короче, на 30% уже автомобиль локализован. Обращаемся к руководству компании Toyota, где они там, штаб-квартиру у них. Шуршары? Нет, ну, я имею в виду, там... А, за МКАДом? Нет, да не за МКАДом, но в Токио. А, в Токио. Ну, или где у них там штаб-квартира. Короче, парни, доведите локализацию вашего автомобиля до 100%. Я, честно говоря, не знаю. Напишите, кстати говоря, в комментариях к этому видео стоимость этого автомобиля сегодня в салонах. И есть ли он вообще в наличии, кстати говоря. Давайте проверим-ка. Давайте поедем пока. Не, да, да, да. Мы сейчас... Пристегнеть. Сейчас мы... Значит... Пристегнеть. Так, мы поедем. Прям сейчас взяли и поехали. А что нам мешает? Мы свободные люди. Свободные настроения. Круто. Да ладно, Сеня, ты выключи-то это. Нет, нормально. Нормально, ну поехали. Используем при съемке, ребята, подсветку от... Не назвать-то мультимедийной системы. Ну, кстати, посмотрите, да, такие аккуратные выем... Аккуратная выемка такая. Ты когда-то говорил, женщина, какая у тебя аккуратная выемка? Выемка где? Смотрите, у нас здесь очечник. Ну, в общем, все есть. Очечник, а не очечник. Очечник? Открыта дверь. У кого? У тебя. Да ладно. Все говорит компьютер? Очечник. Очечник, конечно. Ну, я не очкарик, знаете, как вы. Очечник. Очечник это другой, кто рачком рубит. Очечник. Ребят, ну, вот этого трех с половиной литрового мотора, ну, чрезмерно, да, в присутствии в этой тачке, как раз у двух с половиной литрового идеальный баланс по запасу мощности, по динамике разгона, по экономичности. Когда-то, десять лет назад, да, довелось бы прокатиться на вычисном. Вы сейчас там Дроздов говорите. Когда-то? Да, если, серьезно, меня очень выбесило одно. Динамика у трех с половиной литрового мотора, как и сейчас, была чудесная, подвеска была очень американская, машина была как лодка, как катер, да, как яхта какая-то. То есть, вот при таком бешеном моторе она взмывала морды вниз, вверх, когда вы газовали, и клевала носом вниз, когда вы тормозили. Но особенно американским был вот этот кузов, слушай, пред-пред-предыдущий, получается, ну, с рожками, да. Да, в этой машине, ну, вот японцы, я говорю, у них единственная такая, может быть, нюанс такой маленький, да, нет золотой середины немецкой, да, у них либо американская вот эта раскачка, либо очень жесткие такие спортивные настройки, подвески. Мы сейчас через лежачего полицейского проедем, это особенно чувствуется, да, хотя на трассе, в принципе, машина ведет себя очень хорошо управляется. Единственный нюанс, в этой тачке опять повторяется, ну, не то, чтобы болезнь, а какая-то особенность, вот именно Тойоты, не первый раз, ни на одной модели, даже на более высокого класса, да, моделях, обнаруживаем, что машина просто вот ненавидит колейность. И это тоже. То есть вы на трассе идете, да. может быть, это зависит от шин просто, нет? Ну, от шин-то зависит, но почему-то по стечению сессии, но у Тойоты уже третья модель подряд, да, там, джип, этот, не, ну, с этим понятно. Прада, вот эта машина, потом седанчик, вот этот, как он, ну, небольшой, компактный, корова, корова, да, там эта история была, везде, вот Тойота выплевывает из колеи. В принципе, может быть, в Камре в какой-то степени в меньшей, в меньшем, с меньшей силой, вот, но надо сказать следующим образом, что машина настолько приятно оставляет впечатление и в городском, и в загородном режиме, до эксплуатации, так вот все как-то здесь сделано по уму, да, что даже, вот, собственно говоря, вот этот вызов вашему вкусу, хотя, я думаю, что большинству наших зрителей и большинству владельцев этих автомобилей, ну, по большому счету, наплевать, да, как выглядит, вот, центральная консоль в их автомобиле, потому что самое главное, как мне кажется, в автомобиле, это, а, надежность, собственно говоря, безопасность, экономичность, и, что немаловажно в условиях кризиса, это ликвидность этого автомобиля на вторичном рынке. Слушайте, я тут смотрел, ради интереса, перед нашим выпуском, стоимость автомобилей Тойота Камри, бывших, бывшие, ну, которые на рынке, на БУ, да, на том же Автору, слушайте, ну, они минимально теряют в цене, в отличие от тех же корейцев, ну, в принципе, один из самых ликвидных, наверное, автомобилей, которые есть на рынке, ну, это, получается, у нас предыдущий кузов, до 2011 года, который выпускался. один из самых удачных. Вот этот? Да. А мне, наоборот, этот не нравится кузов. Мне вот этот нравится кузов. Мне нравились с рожками, но вот это, да, классическое. Вот это тебя тянет на уродство. Да какое уродство? Ну, он был очень американский, и там и кресла были американские, и посадка была американская, все было. И вот это вот все было светящее. Не, вот в этом зато все светилось голубое. Слушайте, я хочу все-таки это, попробовать, позвонить, узнать вообще, возможно купить где-нибудь Toyota Camry? В Токио. А? А, в Нью-Йорке. Toyota Camry. В Нью-Йорке, кстати говоря, это одна из основных машин такси. Очень много такси желтого цвета, именно камня. Ну-ка, погромче. Здравствуйте, господин, он сюда уже отказался. Добрый день. Это робот. Он здоровается с роботом. Ну, давайте через это. Давайте полицейского попробуем. Кстати, мы могли бы сконнептиться с автомобильной системой. Очень жестко. Ну, как жестко, это ладно, Слушайте, идеальная подвеска, идеальная шумоизоляция, вообще в принципе... Да, хорошая шумоизоляция. Идеальная, наверное, идеальная. А есть тут, как тут сконнектиться-то? С кем? С телефоном. Зачем? Ну, как это, мы бы слышали... Ничего себе, у кого-то есть HTC телефонные, Windows Phone, елки-палки. Так. Поиск устройств. Ты включил на поиск? Угу. Ну, значит, надо выключить звонок, у нас включить. Здравствуйте. Добрый день. Извините, пожалуйста, а есть наличие у вас Toyota Camry 2015 года? 2012? Нет, 2015-го, но новая, в обновленном кузове. Нет, нету. А будут? Будут. А когда, приблизительно хотя бы, после праздников уже? Да, после праздников именно. А целая. А стоимость минимальная, сейчас двухлитровым мотором... Не могу сказать. А, нету стоимости. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Ну, в общем, этой машины нет. В принципе, да, ребят, наслаждайтесь, наслаждайтесь. Ну, система Toyota Touch 2, Vizgo Plus, что такое? Vizgo Plus, она в поиске. Вот. Да, слушайте, Растро, ну, к сожалению, к большому, жители Казахстана, Белоруссии, России, вычистили под ноль все закрома. Как вы понимаете, друзья мои, даже усилия нашего мега-видеоинженера Артемия не могут помочь преодолеть тот контраст между вчерашним изображением и сегодняшним. Вы понимаете, что мы снимали вчера, но вчера очень быстро наступила ночь. Поэтому мы решили... Кстати, рождественски католическая ночь. Да, 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 сочельник. А вот сегодня уже вроде как и... Так сегодня Рождество. Сегодня Рождество. Товарищи католики, в частности, Ольга Шелест, вас с праздником. Она что, католичка? Она же веган. Но еще и... Веган-католичка. Бог свиней не товарищ. Да, и, ребята, совсем скоро эксклюзивный обзор от нас с Серегой, короче... Вы дадите мне на денек-то его? Потому что как это, обзор от меня с Серегой? Ну как? Я, кстати говоря, вот в Йоту звонил самым высокопоставленным людям. Люди не смогли решить вопрос с предоставлением на тест твоего телефона. Короче, я успел заказать этот телефон еще по старой цене за 32 990 рублей. Шел он около 10 дней. Вчера вот буквально я его получил. Пока шел, дорожал. Да, уже до 40 тысяч. Ну, в общем, ребят, совсем скоро расскажем вам более подробно об этом аппарате. Да, а теперь, внимание, значит, то, что нетленка здесь, вот здесь. Человек, друг собаки. Видишь, видишь, как говно валится. Надо на леду подхватывать, как и знаешь, если из теннисного автомата, блин, вылетает. Ну ладно, короче, ждем женщину и ее, это самое, и валим ее. БОЛЬШОЙ ДЕСТ-ДРАЙМ Руки из кармана надо вымаскивать. Здравствуйте, девушка. Можно вас секундочку, мы про автомобиль снимаем передачу. Очень нуждаемся в женском мнении. Вас как зовут? Наташа. Наташа, мы вас издалека заприметили. Такие куртки в Москве не часто увидишь. Да, люблю яркие. Наташенька, у вас есть в семье машина? Возможно, Вы сейчас уходите из семьи, я понимаю. А вот это узнаете, что за автомобиль? Тойота. А какая? Ну, я не совсем разбираюсь. Ну, хорошая. Ну, я бы сказала, да. Ну, сколько она может стоить как бы? Так, с большим? По ощущениям, я думаю, около 800, около 100. Это представительская машина или для мужика, или для семьи, для кого-то, дачка? Ну, я думаю, что это все-таки семейная машина, менее, ну, не представительская, я бы сказала. А вам что важно в этой машине? Комфорт. Ну, надежность. Ну, комфорт, чтобы в машине ощущался комфортно. чтобы попку грело посильнее. да, и попку, и чтобы все-таки на дорогах была безопасность. Вы давно водите? Я не ложу, я жду. Не разу, да? Ну, я запаси. Хотелось бы, да, но сейчас очень спешу. всего доброго. куртка хорошая. Не замерзайте. Каляев. Каляев? Да. Большой Тест-райв! Давайте вам поможем. А вы нам про автомобиль скажете два слова. А мы вам поможем. А мы вам поможем. А мы вам поможем. А какой автомобиль? А пойдем. Давайте вам поможем. Давайте. Можно молодого сейчас? Нет, он сосудился вам. Пойдем. Нет, нет, Это не проверка, это... Вас как зовут? Меня зовут Полина. Полина, вот пойдемте, там вот с пара. Ну пойдемте, на секунду, быстрее пойдем, быстрее вернемся. Гулять не работает, правильно? Эй, а чья-то все! Работай, работай! Вот, Полина, смотрите, вот с светящимися ходовыми огнями. Что это за машина? Узнаете модель? Да, Toyota. А какая Toyota? Это, скорее всего, Corolla. Corolla, да? А если скажу, что Camry? Не может быть, у меня Camry. У тебя Camry? Да. Какая? Какого года? У меня старая модель, 99-го года. Ну такая вся дутая, да? С этими с рогами, да? Да, да. Ну это Camry новая, вот это совсем самая новая. Пойдем, вот сядь, сядь в салон. Что вы мне посоветуете? Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас сядь в салон. Что вы мне посоветуете? Мы вам посоветуем ехать с нами, Полина, Полина! Нет, ехать с нами я не могу, потому что я на работе. Конечно, конечно, вы на работе. Пойдем. Просто... Не-не-не-не, за руль, сядьте. Просто сядьте и скажите нам, давай, что в ней не так, как у вас. Так, раз. Чего, раз? Это вот дисплей, да? Дисплей, раз. Ну-ка давай, покрогай руль, потрогай ручоночками-то. Так, видишь, как он. О, очень давненько хороший. Так, а как у него приборы изменились, подсветка? Лучше. Все поярче. А тебя вот это дерево не подвешивает? Нет, у меня что же там дерево. Такая же, да, фигня? Ну, практически. Так, какой мотор? Здесь тоже 2 и... 2 и 4. 2 и 4. Достаточно или мало? Для меня этого достаточно, для мужа мало. Для мужа мало, да? Ну и скажи, пожалуйста, твоя оценка тогда, раз уж ты в теме. Сколько она сейчас может стоить? Вот, разумных денег с таким же мотором, вот 2 и 5. 2 и 5? Ну, не такой же он, он пободрее будет. Со всеми кожей, то есть... Кожа, рожа, да, ксенон, все дела, да. Со всеми делами. Я поменяла, конечно. Ну, мы планируем, честно говоря, поменять старое. Ну, сколько, думаешь, стоит вот разумных денег? Ну, миллион триста, миллион четыреста. Готова заплатить, да? Ну, готова заплатить. А ты кто в пятерочке? Ну, мы... Ты начальник? Ты директор этой пятерочки? Да. Ха, директор! Погоди, стой. Погоди, стой. Вон, нашего гастика возьмешь на работу? Какого? Ну, вот, который сейчас чистит лопатой. Да? Только дворником? Да нет. Я посмотрю, какой лопатой. А как, зачем ты сама-то вышла чистить улицу? Ну, мы все, конечно. Все выходите? У нас снегопад, а что делать? Вот вы герои-то. Мы все, мы зами. Ну, хорошо, что для тебя главное в машине? Вообще, честно говоря, да, безопасность. Безопасность. А она безопасная? Тойота? Ну, да. Вы в подфуру улетели? Нет, не в подфуру. Я здесь не ездила в этот, где ЦСКА. Передо мной газель был. Ну, там, Азербайджан взорвем. И он по какой-то причине прям очень резко тормознул, но я не успела. Вы же вывалились у него оттуда эти арбузы? А? Нет, газель был пустой. Повалило персики из задницы. Ну, да. В итоге там получилось не особо много, но я была уехана. Но вам тачка выдержала, да? Конечно. Ну, азербайджанцы, они, знаешь, да. Не, ну, он сказал, мне ничего не надо. Да, 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 у него страховки не было, но там топором сделано было, конечно, неудобно. Хорошо. А ты давно замуж? Я замужем, да. А как ты нашла мужа? Мужа как нашла? Все вам расскажи. Ну, расскажи, расскажи, мы люди откровенные. Да, прилича, какой вопрос. Ну, остальные вопросы, конечно, за гранью приличием. Ладно, Полина, спасибо тебе большое. Давайте ручку подам, другую, другую. Да нет, ну, давай, ну что вы. Дайте, я посмотрю, у мужа. Ну, давай, посмотри, да. У мужа... У мужа? Братов машина такая, но это еще предпоследняя. А есть родственники без машины или все уже омашинены? Ну, все в машине. А скажите, пожалуйста, единственный вопрос. Да. Хочешь на заднем диване? Нет. Спасибо. А скажите, вот что, они же одинаковые, нет? Конечно, одинаковые. Это самое последнее. Это самое, 2015 года. 2015 года. Вот, смотри, чуть-чуть решетку, посмотри, смотри. А дай этого года, я чуть-чуть. Ну, может, такая же. Ну, смотри, видишь. А решетка, Павел. Чуть-чуть, да, хрома добавили, номер другой. Ну и все. Ну и все. Спасибо большое, с наступающим. Это нужно по сценарию, это мы договоримся. Ну, это понятно. Ну, не снимайте. Да ладно, все. Дотошный покупатель, да. Дотошный. Ладно, ты, Сеня, сходи, спроси Гастика, как он работает. Иди, иди, иди. Ну, что, сняли? Короче, ну, какая-то стрёмная тема, парни. Мне кажется, женщина-то не должна заниматься уборкой снега на улицах Москвы. Не важно вообще, магазин «Пятерочка» это или «Азвуковкуса». Какая-то непонятная тема. Поэтому, мужики, видите женщину, которая убирает снег? Помогите. Вот. А, в принципе, хорошая физическая нагрузочка такая. Смотрите, все вам почистили. Кстати, директор «Пятерочка». Да, готова взять на работу. Слушайте, ну, как вот женщина убирает снег рядом со своим магазином? Когда еще мы снег увидим целый день? Когда еще мы снег увидим в Ереване? А Серегу назвали придурком. Кто? Кто? Кто назвал? Да если я покажу, кто, мы убежим отсюда. Все. Кто сказал придурок? Большой тест-трайм! Вот смотри, только что произошла передача нам. Парни, нас взгрели наконец. Душа моя, спасибо большое от имени нашей передачи. Спасибо большое. Спасибо. Мы будем сегодня пить чай. Хорошо. И вспоминать вас. Ничего себе. Я уже хотела узнать, где она себя сможет увидеть. Она думала, что мы снимаем детскую в наших передачах. Но мы вовремя переменили тему, она так и не узнала. Да. Расскажите ей, передайте еще раз спасибо за этот прекрасный, о, 3 плюс 1 шоколад. А где 3 плюс 1? Ну, тебе один, мне три. Большой тест-трайм! Девушка, а можно вас на одну секундочку? Мы снимаем программу про автомобили. А у вас такие стройные ножки, что мы решили на вас обратить. У меня нет автомобиля. Ничего, ничего страшного. Свет меня зовут. Светочка, ну вы же женщина, вы же сердцем чуете, правильно? Что за машина? Хорошая, плохая? Для меня все машины плохие. Почему? Лучше хорошо идти, чем плохо ехать. Правда? А у вас в семье нет автомобиля? У меня есть. Какая у вас в семье? УАЗик 4, 69-й. УАЗик? Погодите, а с виду вы на Мерседес ездите? Вы так сильно одеты. А что у вас в кошельке? А в кошельке ничего нет, пустой кошелек. Послушайте, а какие у вас прекрасные руки. Теплые, кстати говоря. Светочка, ну и что для вас главное в тачке, когда вы внутри оказываетесь? Кондиционер. Вовремя. Ну это летом, да. И печка. А вот сейчас по зиме, да? Колеса, чтобы были отличные, чтобы людей не давить. Ну а вот скажите, пожалуйста, Свет, у нас передача для мужчин и про тачки, да? Да. А вот такая элегантная, яркая женщина, хотя вы скрытая этим мехом, очень мощно, да? Вот для вас в мужчине что главное? Пожелания, можно сказать, к Новому году мужчинам? Какими они надо? Какими им надо быть по-русски в Новом году? Да. Им надо быть щедрыми и добрыми. А щедрость это вот от скольки рублей? А не важно. Я не знаю, как на этот вопрос. Как скажем, по деньгам? Ну как ты понимаешь, что мужчина щедрый? Ну стараться должен, что-то делать для женщины. Ну например. Ну щедрость это же про бабки, нет? Ну я считаю, что да, что должна быть машина. Хотя бы одна на двоих. Да. Света, ну вас наступающий. Класс, да. Спасибо большое. Вам всего самого хорошего. Спасибо большое, всего доброго. Мы вами полюбовались. Надеюсь, вы мне не покажете. Да нет, конечно. Мы вас покажем обязательно. У вас прекрасная фигура. Ну поверните-ка зато. В какой-нибудь шоу. В какой-нибудь шоу. Вот смотри, а? А с виду девочка. Вот папаша то тянет, да? Куда? В третину? Так при чем здесь трясины? Я бы сказал, о, я придумал новый прикол. Ну. Это самое. Новый вид спорта приду. Ну. Смотри. Это называется прыжки с шестым. Смотри. 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 Ты у вас? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова